Друзья, приветствую вас на канале Ниндзи Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие есть новости, какие сегодня грядут события и какие предполагаются движения на сегодня по ключевым активам. Так, друзья, вот всё становится интересней и интересней. Давайте сейчас сначала мы посмотрим график. Вот у нас график китайского индекса CSI 300. Соответственно, сегодня он пытается расти, но пока что в пределах дневного отклонения полпроцента. Может быть, к закрытию торговой сессии рост вполне возможно будет более значительный. На самом деле здесь суть вопроса не играет, потому что вот это движение в боковике, которое здесь происходит, оно указывает на то, что пока на текущий момент китайская экономика не может определиться с тем, в каком направлении двигаться. Да, вот если рассматривать более глобально, мы сейчас подошли к такому диапазону, когда отсюда с технической точки зрения должен произойти отскок и движение в район 5100-5300. Но такой сценарий, с учетом того, что происходит и в Китае, и в мире, мне на текущий момент кажется менее вероятным. Более вероятным это нахождение вот здесь вот в боковике, в этом диапазоне, и потом пробитие нижней границы. Итак, календарик, что касается сегодняшней статистики. Сегодня, ну, Япония для нас не столь интересна, давайте посмотрим, что с Китаем. Композитный индекс PMI Китая за сентябрь 51,7%. Это хорошо, с учетом того, что предыдущий был 48,9%, то есть меньше 50%. Соответственно, текущая диспозиция, она указывает на то, что вроде бы Китай восстанавливается. Но здесь есть один момент, очень существенный. Он связан со структурой, то есть композитный индекс, он состоит из деловой активности в производственном секторе, то, что они клепают и продают во весь мир, либо внутри Китая. И то, что связано с сектором услуг. Что мы видим? Мы видим, индекс деловой активности в производственном секторе падает. Он меньше того, что планировалось, и меньше предыдущего значения. Соответственно, для Китая это достаточно тревожный и неприятный момент. Но если мы посмотрим альтернативный расчет или интерпретацию индекса активности в производственном секторе от Каяксин, который обычно выходит несколько позже, то здесь, соответственно, мы увидим, что его каким-то образом наколдовали на 50. 50 – это как раз демаркационная линия. Меньше 50 – плохо, больше 50 – хорошо. Но здесь достаточно странная ситуация. Надо, конечно, если быть китаистом и заниматься экономикой Китая, то можно детально вникнуть в то, как происходит расчет каждого из этого индекса, какие есть составляющие и как на что влияет. Но есть общее правило. Если происходит какое-то расхождение между близкими величинами, которыми измеряется, по сути, одно и то же, это уже само по себе несколько тревожный сигнал. Потому что не может с одной позиции выглядеть это хорошо, с другой выглядеть это не очень хорошо. Здесь что-то не так. Когда начинаются такие диссонансы, это уже с моей точки зрения и с точки зрения статистической обработки информации это уже указывает на то, что есть проблема, которая никуда не делась, и она рано или поздно будет оказывать негативное воздействие. Ну а смотрите, то, что касается индекса деловой активности в непроизводственном секторе, секторе услуг, который действительно значительно вырос, аж на 6% с 47,5% до этого. Но на самом деле при желании вот этот показатель, он, ну скажем так, людей можно занять, людей можно занять и, соответственно, там денежку какую-то дать, они будут покупать товары, услуги и так далее. То есть здесь в случае такой страны, как Китай, с моей точки зрения, индекс деловой активности в непроизводственном секторе это более управляемая величина, и она всё-таки в меньшей степени отображает состояние китайской экономики. Вот то, что происходит в производственном секторе, здесь как раз идёт диссонанс. И вот тот диссонанс и раздрай между, скажем так, измерителями одной и той же величины указывает на то, что всё-таки в Китае ситуация негативная. Но то, что произошло сейчас в сфере услуг, указывает на то, что китайское правительство, оно как-то пытается воздействовать на экономику, и сейчас, ну, скажем так, 5-6 процентов – это не то, что можно взять бумагу и карандаш и нарисовать. То есть здесь действительно какие-то меры поддержки, какие-то вливания, которые, соответственно, этот показатель улучшили и благоприятным образом локально оказали влияние на китайскую экономику. Но говорить о том, что Китай как бы отскакивает, и он будет расти, я думаю, весьма и весьма преждевременно. Китайская экономика – это самая большая загадка и самая большая проблема в настоящий момент с моей точки зрения. Так, друзья, что у нас далее? Далее в 10.55 изменение количества безработных в Германии. Ну, там выступление различных финансовых чиновников. И потом в 15.30 в ВВП в Соединенных Штатах и число первичных заявок на получение пособия по безработице. Так, еще вот упустил 15.00 индекс потребительских цен ИПЦ Германии. Обычно этот показатель, он оказывает существенное влияние на соотношение курса доллара и евро. Но в текущих реалиях, если он не имеет значительных отклонений от предыдущего значения и от запланированного, скорее всего, его выход особого влияния на евро-доллар не окажет. Потому что сейчас гораздо больше других интересных историй и моментов. Так, ну и вот в 5 часов опять выступает Пауэлл. Еще такой очень важный, существенный момент. Закончился налоговый период, там, где нужны крупные выплаты от экспортеров. И, соответственно, сейчас вот эта поддержка рубля, она уходит со сцены. Так, друзья, вот еще такой очень интересный момент. В ночи, ну по Москве в ночи, по Америке все нормально. Была речь президента, управляющего директора Нью-Йоркского подразделения ФРС Уильямсона. Ну или, как правильно, по-английски Уильямс. Соответственно, что же сказал Уильямс? Он сказал, что все будет прекрасно, и инфляция будет 2% в 2022 году. Но меня его доводы, его оптимизм на этот счет не убедили. К чему он все это сказал? Он это все сказал к тому, что можно начинать нормально, постепенно подрезать и, соответственно, сокращать предоставляемую помощь. Ну, смотрите, на самом деле, с моей точки зрения, инфляция к 2%, ну, средней взвешенной инфляции, разумеется. То есть речь идет о средней взвешенной инфляции, 2%. 2% ключевой уровень для экономического роста, я думаю, в 2022 году 2% в Америке инфляции не будет, она будет больше. Но опять же, это мое субъективное мнение, ощущение, которое рассчитано, которое основывается на определенных расчетах и корреляциях макроэкономических показателей. Почему же такой идет гвалт по поводу инфляции, что она придет к 2% в 2022 году? Дело в том, что Пауэлл в июне выступал, и он говорил, что она в ноябре 2021 года вернется, загонит ее под 2% под ковер. Но, как мы с вами видим, этого сделать не удалось. Сейчас, судя по всему, вот эти движения, они идут к тому, чтобы начать сокращать выкуп активов. Почему они так хотят настойчиво сокращать выкуп активов? Они хотят это делать, потому что раздули сырье. Инфляция издержек очень велика. Она мешает восстановлению американской и мировой экономики. И они таким образом сейчас хотят уменьшить инфляцию издержек. И они надеются на то, что, сбив инфляцию издержек, продолжится нормальный экономический рост. Но, опять же, дьявол кроется в мелочах. Сокращение активов, покупки активов, оно действительно снизит инфляцию издержек. Как напрямую, так и опосредованно. Но что тогда будет? Во-первых, с фондовым рынком это раз. Во-вторых, с уровнем доходов, потому что в Америке все на этом завязано. И, в-третьих, что будет с инвестиционными различными программами и капотсом. Потому что, как только все начнет сжиматься, начнут резать все подряд. Поэтому здесь, конечно, большой вопрос. Насколько они все это точно и достоверно просчитали, если идут на эти меры. Но, с другой стороны, должен заметить, что текущая ситуация с инфляцией издержек, она такова, что она реально становится очень большой опасностью. Очень. И здесь вопрос возникает в другом. Что представляет большую опасность? Начать постепенно сокращать выкуп активов и вызвать достаточно ощутимый коррекционный откат на рынках? Или же дать возможности инфляции перейти уже из реально галлопирующей в уже реально гипер? Потому что гиперинфляция – это все крушение всей мировой экономики. Потому что деньги, они не могут служить не то, что средствам сохранения. Они не могут служить даже средствам платежа. Все от них будут избавляться и покупать все подряд. Там от Бентли до Макаронов. Ну и как раз недавний уход двух директоров ключевых ФРС в отставку, особенно Каплана, я думаю, как раз вот игра развивается вокруг начала сокращения предоставления экономической помощи, выкупа активов и потом взвинчивания ставок. Так, вот интересный такой момент. Что будет, если США объявят дефолт по своей задолженности? Ну, как мы с вами знаем, истекает срок пролонгации долга. До 18 октября он должен быть пролонгирован. Если он не будет пролонгирован, Соединенные Штаты объявят дефолт. Ну, здесь два есть момента. Первый момент объявления дефолта страной, которая сама генерит вот эту денежную единицу, в которой должна, это звучит немножко абсурдно, с моей точки зрения. С другой стороны, надо чётко понимать, что мы вошли в эпоху турмагулентности, когда сначала в марте произошёл сбой, чего не наблюдалось вообще в мировой истории. Соответственно, сейчас как бы вишенкой на торте было бы ещё и объявить дефолт Соединёнными Штатами по долгу. Вот тогда будет настоящий яролаж. И можно сказать, что мир пришёл к своему новому витку развития, когда ни обязательства, ни чего ровным счётом не означают вообще ничего. На самом деле, с точки зрения здравого смысла, конечно, я думаю, они договорятся. Потому что вот если они не договорятся, это будет обвал. Если будет обвал, будут расследования, и здесь уже просто отставками дело не ограничится. Те республиканцы, которые это дело зажимают, они могут потом реально подвергнуться наказанию и общественному порицанию в том числе. Я не думаю, что республиканские сенаторы, которые хотят перехватить древко знамени у демократов, они хотят превратиться, ну скажем так, в такой несколько криминогенно непонятный элемент. То есть здесь, я думаю, вопрос этот будет разрешён. Здесь нюанс заключается в том, что вот эти игрища по поводу пролонгации и непролонгации долга, они включают долларовый пылесос. Потому что если не хватает долларов, начинают всеми средствами пытаться получить доллары. И, соответственно, мы с вами наблюдаем сейчас как раз рост доллара. Ну, есть и фундаментальные причины, почему это происходит. Но вот разогревом этой ситуации является ситуация именно с пролонгацией американского долга. Ну и на фоне всего этого в ближайшие три недели мы можем увидеть восстановленный рост доллара против евро и других валют. И это связано именно с работой долларового пылесоса, что опасение относительно утраты или сокращения долларовой ликвидности, оно может привести к тому, что все будут уходить в доллары. Ну, по крайней мере, финансовые институты Соединенных Штатов. Так, ну и вот, в общем-то, ключевая прелесть — это инфляция 30-летняя в Соединенных Штатах. Она улетает в космос. И как господин Вильямс планирует загнать инфляцию под 2% средневзвешенную в следующем году, мне это слабо представляется. Мне это слабо представляется не потому, что она сейчас высокая, и она не может быть низкая. Мне это слабо представляется из-за тех раскалляций, которые возникли в мировой экономике, и я не наблюдаю оперативных путей их разрешения. То есть для того, чтобы вот всё это дело сбалансировалось, необходим какой-то кризис и коллапс. То есть должно что-то стукнуть, и очень сильно. И вот после этого уже, когда будет ощущение дна, что всё как бы погрузилось, всё ударилось, тогда уже на полной безнадёге начнутся какие-то позитивные ростки. Обычно во все мировые кризисы именно таким образом развивалась ситуация. Вот и так, резюмирую, не совсем понятен оптимизм Вильямса и ряда чиновников ФРС, которые утверждают, что в 2020 году они наконец-то обуздают инфляцию. Уже мы эти разговоры в июне слышали, и осенью инфляция никак не обуздалась. Мало того, во-первых, раскаллированные связи, логистические цепочки, я думаю, в следующем году никуда не денутся, как бы это даже не усугубилось. И следующий момент. Здесь уже на арену выходит новый фактор. Выросшая недвижимость, выросшая аренда. Соответственно, это прибавит газку для инфляции как в Соединённых Штатах, так и в других странах. И здесь, скорее всего, в 2022 году у инфляции мы увидим второе дыхание. Так, друзья, давайте посмотрим, что происходит с новым героем, компанией Evergrande. Но с технической точки зрения на дневном графике здесь произошёл разворот, причём прямо чёткая фигура разворота. И если исходить только из каких-то технических характеристик, то весьма вероятно в ближайшее время получить отскок, у которого цель движения будет в район 9. Но с моей точки зрения, эта игра крайне рискованна, потому что здесь есть сильнейшие фундаментальные факторы. Это состояние экономики и рынка недвижимости Китая, которые эту компанию вообще-то должны укатать. Но всё указывает на то, что такой отскок вполне может произойти. Рискованно, очень рискованно. И вообще, с моей точки зрения, китайский рынок от него лучше подальше держаться. Так, друзья, а вот уже настоящий ужас-ужас — это Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Он улетает в космос. Пробито вот это значение, которое было определённым ограничением в районе 4700. Соответственно, мы видим движение к историческим максимумам, которые были в 2008 году. И поэтому утверждения товарища Уильямса по поводу обуздания инфляции в 2022 году, я думаю, они очень преждевременные. С таким ростом, и причём ростом практически безоткатный, без остановок, продолжается уже который месяц, мы в 2022 году можем получить переписывание вот этого волшебного хая образца 2008 года. Что будет с инфляцией, если так вырастет издержка на морской фракт, который — основа всех перевозок, я даже боюсь загадывать. Поэтому насчёт снижения инфляции в 2022 году я бы поостерёгся относительно таких уверенных заявлений. Ну, соответственно, если будет политика, которая будет сводиться к ожидании средневзвешенной инфляции — 2%, такая политика пройдёт к тому, что инфляция выйдет из-под контроля и придётся в один прекрасный момент ФРС резко закручивать все краники и скупку активов, и взвинчивать ставку. Так, друзья, ну на фоне всех этих событий индекс волатильности ВИКС, он вчера немножко откатился, и на текущий момент действительно он держится в относительно безопасной зоне. Но пробой вот этой безопасной зоны, которая здесь сформировалась, это диапазон 26, ну 25,5, 26,5, 26,5 и, соответственно, 24,5. Он пройдёт к тому, что на рынках может начаться уже настоящий трэш. Действительно, здесь, скажем так, глобальная фигура на разворот и значительный рост ВИКСа. Но то, как закрылась предыдущая неделя, оставляет определённый шанс того, что ситуация выровняется и ВИКС откатится. Но, глядя на Балтик Драй, я понимаю, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Если так растёт стоимость перевозок, ну, это может ситуацию разбалансировать, уже исходя из стоимости затрат. Так, друзья, далее индекс доллара. Ну вот здесь с вами убедились, как долларовый пылесос, когда начинает работать, чему это приводит. Соответственно, здесь у нас остаётся небольшой шанс относительно того, что отсюда произойдёт коррекционный откат и пробитие 93,7. Если такое будет, то, соответственно, вот вся эта фигурка на рост, она ломается, и, соответственно, индекс доллара переходит к снижению на 91,5. Но мы с вами видим, что на недельном таймфрейме у нас здесь двойное донышко, и у этого двойного донышка по-хорошему цель движения находится вот сюда, вот на 97,5-97,7. Вот сюда, к этому диапазону. Поэтому, если в обозримой перспективе мы из этого диапазона вниз не уходим, куда-то сюда, то в октябре, к сожалению, нас может ждать движение к новым высотам локально. Так, друзья, далее S&P 500. Но смотрите, здесь ситуация развивается следующим образом. Сейчас локально произошел отскок. Соответственно, сегодня этот отскок пытается продолжиться. У нас нарисовался новый локальный уровень. Это диапазон 4350-4320. Соответственно, удержание вот этого диапазона ведет к тому, что отсюда у нас развивается отскок, у которого цель движения будет находиться в районе 4475. Вот здесь вот, в этих значениях. Соответственно, пробой этого диапазона начинает активно спускать S&P. И здесь уже пробой диапазона ведет к тому, что развивается движение в район 4100 для начала. Так, друзья, далее золото. Ну, смотрите, с золотом и с металлами ситуация привязана к индексу доллара. Если идет рост индекса доллара, золото находится под давлением, что мы сейчас и видим. На текущий момент, после того, как ушли из зоны 1742, здесь, ну, с учетом включения долларового пылесоса, цель движения у золота 1680-1650. Вот сюда вот к этим значениям. Сегодня, возможно, произойдет небольшой отскок. А если ориентироваться на часовой таймфрейм, то здесь у нас сегодня намечается коррекционный отскок, у которого первая цель – это 1743, и вторая цель движения – 1752. Опять же, вот это все движение, оно на текущий момент – это отскок дохлой кошки. Оно захлебывается, если будет откат и пробитие значения 1718. Пока что не реализована цель 1680-1650, и поэтому здесь среднесрочно сейчас делать ставку на отскок золота – это очень рискованно, с моей точки зрения. Так, друзья, далее нефть. Смотрите, по нефти ситуация достаточно сегодня интересная. У нас поддержка в районе 7805. Соответственно, если эта поддержка сейчас не пробивается, у нас здесь все готово для отскока, у которого цель движения находится в районе 80. Если здесь происходит пробой, то первая цель движения находится вот здесь вот, 77,3, и потом, соответственно, откат в район 76,1. Но на текущий момент здесь все указывает на то, что она попытается сейчас отскочить локально. Так, друзья, далее рубль-доллар. Ну, смотрите, здесь, несмотря на такую цену на нефть, как вы видите, не дают ему никак укрепляться. Это недельный таймфрейм. Соответственно, рубль постоянно держит состояние выше 72,5. Так, переходя к дневному графику, вот у нас здесь картина следующая. Если возникает пробой 72,5, то, соответственно, мы получаем цикл укрепления рубля, у которого, ну, в идеале цель 71,5, возможно, даже движение в район 70. Но на такую ставку, я думаю, делать достаточно рискованно, потому что, во-первых, долларовый присос заработал, во-вторых, мы видим, рубль просто держит выше 72,5, и все. То есть ему не дают больше укрепляться. Переходя на часовой таймфрейм, у нас картина следующая. Если сейчас будет пробой 72,68, 72,65, то мы получаем по рублю укрепление с целью движения на 72,4. Если сейчас, в ближайшее время, вот этого пробоя не происходит, то после консолидации в районе этого диапазона мы отсюда получим отскок на рост доллара, у которого цель движения, тестирование и пробой 73,08, 73,09. Вот сюда вот этого значения. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Спасибо за внимание. Успешных торгов! Продолжение следует...